Первый полудень такой полурабочий в Чистополе, потому что открытие сейчас буквально через полтора часа, а с утра мы знакомились с городом. Была экскурсия, мы походили по бульварам, по старинным улочкам, посмотрели, почувствовали этот город изнутри. Писать невозможно, если ты не ощутил дух этого места, не поговорил с людьми. Я сейчас на лодочной станции, меня любезно пустили, здешние моряки. Как живете? Зиму пережили. В этой фразе все. Как живут люди здесь, в глубинке. Всего лишь какая-то тысяча километров от Москвы. Погода портится, сильные порывы ветра сегодня сносились с ног. Была жара 25 градусов, в футболках все, а сейчас уже колотун градусов 6. Пока не знаю, где ребята, все разбрелись кто куда. Ну, попозже узнаю. Пока что вопрос от Любови Кашмировой. Так, понятны ваши слова о том, что цель ваших работ не продать, не подстроиться под вкусы обывателей, а добиться связи с Высшим. И не терять ее. А че ж ее добиваться-то, Любовь? Куда она денется-то? Мы все из нее состоим, из этой связи. Весь смысл бытия в этом, но против своей внутренней сущности не пойдешь. И это отразится на работе в сдержанности, цветовом решении и прочее. Против сущности не попрешь. А что же это за сущность такая? Может быть, с ней надо разобраться как-то повнимательнее? Да, не попрешь. Но, смотрите, сущность у всех разная. Кто-то месит, я не знаю, красную киноварь и кладет ее туда, где ее нет. А зачем? Для выразительности, для эффекта. Я не против. Причем иногда и сам злоупотребляю, ну, как бы вхожу в такой раж абстрактного решения. Но это в пользу решения. Когда ты можешь сделать издержанное, вот сейчас нету ничего, все спокойно, нету ярких красок. К чему тут лупить, я не знаю, в яркую такую? Зачем? Еще раз. Можно. Конечно же, можно. Важно то, на мой взгляд, чтобы не было этих повторений из картины в картину. Одна и та же краска мигрирует по всем работам. Один и тот же напор, напряжение, стиль, что ли. Ну, вот эта вот мощность такая в цвете, она гуляет по всем картинам. Ну, пусть они будут просто разные. Я об этом. Любовь. По поводу того, чтобы не подстроиться под вкусы обывателей, но тут не поспоришь, те, кто подстраиваются, в общем-то, успешно продаются. Но потом могут быть некие неприятности, слезы. Ах, вот я не могу быть свободным в живописи. Я иду на, ну, в угоду покупателей, что ли, ценителей. Работают так, как хотят галеристы. Они от меня просят, требуют. Мне же нужно заработать. Талант уходит. Теряется вот эта связь, о которой вы пишете. Тебе как бы дали аванс и сказали, ну, давай ты с этим авансом разберись, покажи, что ты можешь. Ну, сейчас я вот тут заработаю. Ну, 10 лет дай мне. Хорошо. Ну, ладно, 10 лет. Ну, через 10 лет опять спрашивают, как дела? Да вот мне опять сейчас тут нужно квартиру купить и так далее. Мне еще нужно в этом деле поработать. А через 20 лет уже к тебе подходят, а ты и не вспомнишь, как вообще ты хотел-то писать в начале, когда ты еще не был обусловлен зарабатыванием денег. И куда-то потерялась радость от живописи. Появляется обязаловка, что ли. Тебе просто нужно это написать, а не хочется. Ты можешь, ты пишешь, но не хочется. Вот это не хочется поглощает душу. Ужасная вещь из-под палки. Ну, какой может быть художник что-то вообще сделать из-под палки. Так что я за связь с высшим. И если она налажена, то не будет вообще никаких проблем. Ты из этой связи пишешь и появляется на свет что-то, чем он доволен. Тот, который связь обеспечивает. Провайдер. Ну, спасибо. Любовь. Давайте дальше посмотрим, что тут. А.В. Здравствуйте, Вячеслав. Здрасте. Вы как человек... Ну, тут слова хорошие. Хотелось узнать ваше мнение. Я рос в токсичной обстановке, когда родители, почему-то в кавычках, на меня орали, били, обзывали меня бестолочью из-за этой всей их так называемой любви и воспитания, в кавычках, у меня очень низкая самооценка. Ну, конечно, если тебя бить и говорят, ничего, с тебя не получится. Афиши рисовать в кинотеатрах. Папа мой, он запрещал мне быть художником. Тоже сам. Да, в каждой семье такая фигня, мне кажется. Люди хотят... Да, в каждой. Родители хотят, чтобы вот прочно стоял парень на ногах или девочка. Ну, Фешина тоже, он хотел, чтобы папа... Он был по столярным делам, иконостасы делал. Сначала он думал, что он будет, сын, помогать ему. А потом, по-моему, хотел, чтобы тот к деньгам поближе. Я могу, конечно, путать, но этих историй столько. Так вот, подскажите... Да, негативно это сказывается на живописи, это низкая самооценка, конечно. Подскажите, пожалуйста, как справиться с болью прошлого самостоятельно и повысить свою самооценку. Да писать просто надо, работать над собой. Что важнее, вот просто себя спросить, я вообще для чего существую? Вот идут годы, для чего я? Для того, чтобы только зарабатывать, что ли? Или что-то еще в этой жизни, вот в этом теле, вот оно есть, вот кожа есть, кости, разговаривать я умею. Вообще, это для чего этот разговор? Надо просто сделать первый шаг, мне кажется, АВ. Ну, вот как в спорте, вот ты встал, проснулся, ой, бегать, холодно на дворе, зима, например. Фу, нет, сегодня пропущу. И так все время. Или там идти в зал, заниматься тренажерами. Ой, сегодня отдохну. Нет, только не сегодня, а завтра. Первый шаг, когда ты делаешь, ты встаешь, одеваешь тапочки. Идешь в туалет, уже пробежка. Уже можно по пути, что-то там изогнуться. Первое движение сделал. Нужно выйти на улицу. Нужно просто вот открыть калиточку и пойти сначала, хотя бы. А то как получается, что дай-ка присяду. Присел и уже лежишь. Ну, так не пойдет. Вот, поэтому в любом случае себя нужно заставить, чтобы какой-то шаг на пути сделать. Вот выдавить краски. Холодно. Не взял шарфик, потому что думал вообще, ну, босиком. Тут же просто температура изменилась прям в минуту. Ну, надо выдавить краски. Надо взять кисточки и поработать. Ну, сказать себе, что я сегодня час буду заниматься живописью или рисунком. И просто составить план, бизнес-план. Я буду, я изучу БАМЭСа, анатомию. Я изучу перспективу. Кстати, заходите в школу, у меня по перспективе урок. Сейчас вообще скидки, друзья. На все видеоуроки в школе скидки 20%. Не забывайте. Скидка, ой, это самое. Ссылочка в описании под каждым видео. Так что, бестолочь, не бестолочь. Нужно просто работать. Самооценка вырастет тогда, когда вы сделаете правильно. Вот простую вещь напишите, нарисуете. Простую. Яблоко, стакан. Вы видите, увидите, что точно соответствует правильно. Ну и все. И понеслась. Дальше два стакана. Дальше уже бутылка. И вы начинаете ее рисовать. Можно положить в неожиданном ракурсе. Сделать этот бутылек. Налить, в конце концов, что-нибудь для смелости. Туда, в стакан. Кефиры можно. На ночь говорят, кефир хорошо. Ну, били, били по рукам. Бестолочь говорили. Ну, сейчас-то уже это прошло. Но надо их простить. Вы сейчас другое. Вы осознающий, понимающий это. Время это ушло. С ним ничего не поделаешь. Оно просто вот все. Его нет. Сейчас есть то, что есть. Давайте вот с этой нулевой точки идти вперед. Самооценка придет, когда будет результат, ну, первых работ. Мне так кажется. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну, можно сказать, что завершенная работа. Я вот так люблю писать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok